добрый день друзья сегодня обзоре будет наушники от компании 3м модель в обтюн сконнект обладает возможностью прослушивания радио частоты хмфм также есть возможность подключения по bluetooth брал конкретно из-за того что есть это опциональная возможность потому что иногда бывает нужно ответить на звонок а ты был грязной одежде или там где-то стоишь с перчатки на тени не очень оперативно получается все это делать поэтому вещь в принципе удобная значит компанию 3 представлять не надо на многие знают ее по перчаткам поскольку чем там по еще чему-то проспиратором основном защите короче органов дыхания зрения слуха вот конкретно ушами занимается подразделение pelter 2008 году эту шведскую компанию купила 3м и вот с тех пор они собственно выпускаются под маркой 3м pelter тоже нам представлять не надо в узких кругах ну спец подразделения активно пользуются активными наушниками этой компании в чем разница между активными пассивными активные позволяют то есть они не глушит полностью звук в них есть встроенные микрофоны вот конкретно у меня активные наушники от другой конторы honeywell достаточно тоже известны не позволяет прослушивать обычный фон что происходит вокруг то есть если вы работаете где-то в группе вы слышите собеседника не снимаем уши мне задавали вопросы вот в сообществе почему нельзя пользоваться конкретно этими ушами ну да можно и пользоваться то есть но они заточены в основном под стрельбу вот и для работы в пыльных где-то помещениях там или с пыльными вещами с той же шлифовкой по дереву не годятся они потому что вот эти вот поролоновые накладки и на сами микрофон они загадятся очень быстро поролоном абсорбирует себе мелкодисперсную пыль продувать прочищать не получится ну и собственно конструктив у них не такой прям чтобы защищать от какой-то пыли влаги сама кромка эта кнопка ролик увеличения громкости тут достаточно с большими отверстиями то есть есть туда все насосится все это впоследствии может сказаться на работе здесь я вот для стрелушек для охоты беру такие наушники для стройки взял конкретно вот эти есть у меня просто пассивные наушники есть шлем от хускуарной которым тоже и встроены уши опять же резонный вопрос на кой черт вообще наушники можно и так работать да нет если долго работаете все равно нагрузку на слух будет достаточно весомые фоновые писки когда лежишь перед сном после долго работать каким-то шумным инструментом они дадут о себе знать то есть это как вот с руками если долго что-то работать образуются мозоли только у кожи регенерация ткани она происходит быстрее органы слуха и зрения никак не способны регенерироваться то есть если повредить и мембраны какие-то в своих ушах то все можно заработать кучу болезни до старости с этим уже жить поэтому наушники необходимы какие-то уже выбирать вам я расскажу конкретно об этой модели значит всего клавиши управления 4 центрального тут вот клавиши напоминает джок шаттл который использовался виде магнитофонов она такая достаточно функциональная включение наушников происходит нажатием вот это вот кнопки выступающей то есть ее нужно нажать внутрь удерживать течение там двух секунд включается радио значит внутри повещалка стоит сейчас я звук просто убавлю немного внутри все действия с какими-то с кнопками там с выбором частот повещаются женским голосом на английском языке то есть при выборе какой-то чистоты либо при нажатии какой-то функции этих наушников тетка там подтверждает вам голосом чего вы делаете значит сама крутилка по уровню громкости она вот так и с такими щелчками работ без ограничителя то есть максимальный звук который можно выжать из этих наушников это 82 децибела звук ограничено опять же спецификации то есть все в мануале вот в этом прописано почему именно все так сделано значит опять же для того чтобы сберечь ваши уши потому что там прям вот черным по белому написано в течение 8 часов 8 часового рабочего дня нагрузка на уши не должна составлять более 82 децибел вот сами уши в пассивном состоянии без радио без включена каких-то фоновых там вещей они отсекают звук до 24 децибел то есть опять же все сертифицировано там вот эти американские спецификации то есть уши достаточно хорошо изолируют ноут я с инструментами пока их не испытывал но если кто-то там с двух метров дистанции вам что-то будет говорить слышимость практически нулевая то есть тихим голосом спокойным если кричать конечно слышно достигается это за счет очень плотного примыкания то есть вот эти амбушюры у них внутри есть наполнитель из геля примыкают они по всему контур очень плотно как присоски я уже говорил об этом но разряженности никакой нету то есть нету ощущения что создается ушах вакуум просто есть плотно примыкание давление самих вот этих вот ушей то есть самого голове самих вот эти вот стержни они выдвигаются тоже под размер вашей головы точнее вот отсюда не вот за этих направляющих и уже со своими у него не спутал плотно очень примыкание и у меня есть все таки вот сомнения по поводу того не будут ли они вызывать головную боль из-за чрезмерного давления но это опять же покажет только опыт какой-то длительной эксплуатации пока ничего сказать не могу значит по поводу других кнопок крутилка вот это вот она без ограничителя уже сказал то есть крайние значения максимального минимального звука помещаются просто сигналом внутри ушей как бы вот там не крутили влево или вправо то есть вот набрали максимум все по поводу примыкания опять же слушайте глушит звук практически ты на максимум выкрутил то есть я их не прижимая вот они под своим этим давлением голове замкнулись и звук практически не слышно значит перебор радиочастот он происходит вот этим шаттлом влево вправо каждая выбранная частота вы уже настроили на какую-то чистоту вам тетка говорит английским голосом номера частоты здесь функциональной кнопки можно выбрать через вот эту кнопочку тип подключения то есть либо вы прослушаете радиочастоты а м отдельная fm отдельно потом идет есть подключение bluetooth она об этом тоже говорит значит сопряжение с телефоном происходит без всяких проблем просто нужно нажать вот эту кнопку держит нескольких секунд и и включить одновременно на телефоне поиск устройств выползет вот этот тема с наушниками то есть подключаетесь все работает все оповещается прием звонков в режиме bluetooth не важно там слушатели вы радио там либо прослушиваете трек-лист какой-то на своем смартфоне то есть вне зависимости от того там включены линейным по линейному входу какое-то устройство я сейчас отдельно по входам расскажу значит прием звонков осуществляется без проблем нажатием на эту кнопку на эту же кнопку потом нажимаете уже по завершению звонка длительного движения то кнопки то скидывание трубки если не хотите отвечать на звонок то есть меня вот в этом плане все обрадовало то есть из любого режима можно принять звонок неважно то что вы слушаете есть предустановки эквалайзерный звук сразу скажу у дефилам понравится то есть это не сенхайзер нужно понимать наверное что если вы берете эти наушники для стройки то еще будет какой-то фоновый звук проспект просекаться от самого инструмента соответственно здесь нет такого требования что вот дайте мне аудиофильные наушники да еще с возможностью там пыли в лайк защиты нету такого усредненной частоты регулировку отдельно басов произвести нельзя есть три предустановки rock pop flat вот в среднем нормально звучат скажем так никакого шипения кряхтения бухтения нету ничего по ушам не бьет все очень достаточно усредненно годятся значит антенна сама гибкая ее можно заправлять как угодно то есть она вам мешаться не будет можете не знаю пропустить сюда вытащить вот отсюда вот то есть в этом плане все хорошо то есть если вы работаете там где-то под потолком ничего там операции смещаться не будет то есть здесь тоже все продумали все хорошо антенна гибкая нигде не мешается значит по поводу такие мелкие всякие вещи я не знаю кто сейчас сидит на м частотах да ну здесь есть возможность примеру зайти в сервисный режим изменить шаг частоты сетки с 10 на 9 килогерц для им частот это просто тупо перейти с американского европейский стандарт я на м частотах не сижу поэтому для кого-то будет это наверное важно там радио маяк может слушать сейчас по мануалу немного пройдусь вот все возможности наушников они вот в такой схеме в которой без пол литра не разберешься то есть все написано все разжевано как чё держать экспериментировать можно весь день даже за день его полного функционала еще не просек то есть есть автоматический поикс поиск станции опять же через эту кнопку шаттл при длительном удержании начинается сам искать частоты загонять их в память нужно уже вот этими вот кнопками выбирать там под память удалить либо запомнить то есть эти кнопки не такие многофункциональных получаются значит по поводу линейного входа и вообще входов какие тут есть вот обычные три с половиной миллиметра миниджек и рядом здесь находится micro usb наушники не последний то есть это не какой-то последний писк моды выпускаются не наверно но я видел обзоры трехлетней давности поэтому видимо поставили старую платку с micro usb входом хотя сейчас уже больше распространение получает тайп си ночью есть то есть то есть то есть заряжать их можно в принципе через вот этот вот micro usb вход по поводу батареек питания происходит от двух батареек формата а также опционально можно докупить аккумулятор он цельнолитой такой вот ну представляет просто из себя две спальных в одном корпусе батарейки емкость у него по моему один и один ампер час ценнику не скажу ценник в районе такие не дешевые скажем так то ли 25 долларов то ли там под 40 точно не помню вот у меня сейчас стоят батарейки слушаю третий день ну не круглые сутки ну так вот иногда включая просто тестирую хожу слушать там ребенку даю своему хорошо сидят кстати на любых размерах головы то есть вообще никаких проблем нету голове видите тут есть отверстие то есть прийти ничего не будет по поводу того приют ли уж тоже сказать не могу это все надо тестировать непосредственно уже настройки при работе при длительной эксплуатации значит одевать их стоит вот таким вот образом то есть это вот со стороны лица потому что здесь находится также отверстие с микрофоном не очень удобно при этом регулировать звук то есть нужно как-то руку отводить назад но это дело как бы техники ко всему привыкаешь я изначальных носил вот так вот вот и уже когда начал проверять работу по гарнитуре по bluetooth уже обнаружил что микрофон находится тут и надо их перевернуть просто другой стороной опять же дело вкуса значит стоимость этих наушников брал на амазоне в районе 60 долларов что касается возможности с активными динамиками то есть есть у них тоже такая модель опять же тоже filter постаралась у них даже есть выносной микрофон и виде дужки у ну так вот уходит я не знаю в каких целях но это наверное где-то на авианосах кто там самолеты отправляет спалубы воздух наверное для них это все таки нужно там наверное еще какие-то более навороченные наушники используются по крайней мере вот есть такая модель которая в которой есть все bluetooth радио плюс возможность использования в активном режиме но стоимость у них там нереально ребят там что-то я видел и за 500 и за 1000 вообще хорошие активные наушники той же мс и тонн от того же полтора не трех сотен идут то есть если кто-то ищет себе активные наушники для стройки где нету пыли пожалуйста вот перейти проверенные временем обзоров дофига только не старайтесь брать китайские подделки то есть они так копию уже давно слезали выпускают за там я не помню какие-то суммы ну стоимость оригинальных наушников в районе 40 долларов я не вижу смысла покупать на лишь дать два месяца посылку с какими-то криво собранными наушниками то есть нету если у вас задач нету пыли такой сильные от штукатурки там и дерево про прочих вещей хотите вы покосить газон там замута косой свои можете купить все такие наушники отличные цена качество просто отличная то есть я их взирать не буду потому что смысла нет уже там все обозрели вдали поперек эти уши вот я доволен полностью абсолютно и небольшой дождик они держат то есть никаких проблем что касается этих ушей смогу конкретно уже там свою оценку поставить у меня больше всего я уже сказал смущают давление вот час два три можно сидеть голова ничего терпит вот если еще все это защитными очками которые у которых душка еще на виски начинает давить ну вот плюс респиратор то там не знаю там мне кажется проще маску той же тримовская дети и сверху наушники вот как-то так то есть у меня я думаю выйдет обзор по всем инструментам по защите органов слуха зрения дыхания то есть я все весь в арсенал разгребу и уже некоторые инструменты там какие-то минусы выявились допустим тот же шлем хуск варновский я все в детали хожу вам недостатки к примеру что меня не устраивает а что устраивает наоборот то есть отдельное видео более подробно будет на этом наверное все здесь обсасывать больше нечего то есть уши мне понравились годно если никому не нужен вот этот вот bluetooth либо наоборот не нужно радио кто-то слушает только треки ради бога есть модели из отдельно просто с bluetooth от того же 3 то есть те же самые уши даже самая кнопочка ну вот этот функционал изменил здесь одна пипка все пожалуйста перейти либо с bluetooth либо просто вот радио наушники прослушивание радио эфира там амфм есть просто пассивные уши надеваете работаете у меня пассивные уши они там вообще за 200 рублей какие-то китайские куплены вот естественно и примыкание не очень от пыли спасает звук какой-то глушит но не то качество на этом я с вами прощаюсь вот задавайте вопросы если какие-то остались и до встречи всем удачи и пока